Доброе утро! Сегодня 10 октября 2022 года. Время уже без 15.09 утра. Мы проснулись сегодня пораньше, чем обычно. Позавтракали, собрались. Сейчас поедем в Шамбери для того, чтобы обратиться, сделать первое заявление за политическим убежищем. Документики. Сынок, сынок. О развитии событий будет дальше. Начали собирать ягоды для варенья. Приехали друзья. Сейчас покажу ягоды. И начался дождь. Это шиповник? Шиповник, возможно. Возможно, это шиповник. Вот это дерево сразу за... Вот оно, там красненькие ягодки виднеется. Мы успели пообедать на улице. Была тушеная картошка с мясом. Очень такой наваристый бульон, драм с костями варился. И, конечно, лучше это показывать было, но некогда. Только за ушами пищало. Если туда добавить крошу, то это будет такое щи. Серые, по-новгородски. Двери, как правило, открыты, потому что собаки ходят. Доброе альпийское утро. Круто выглядят горы. Мой некачественный зум. Так, для того, чтобы отметить, что называется, для дневника. Чтобы отметить для дневника, для блога. Сейчас я... Горы... О, красиво. Бонжоу, ребята. Для дневника, для блога, что я подумывал о книге. Ну, действительно. Но она не столько про меня, сколько... Это срез через мою жизнь, объяснение того, что происходит в России. Какие-то выводы. И какие-то умозаключения по поводу того, что можно предпринимать для того, чтобы исправить ситуацию. И просто моя жизненная история могла бы стать такой показательной. И несколько раз я от одного хорошего человека, журналиста, слышал тоже такой запрос. Юра, почему бы тебе книгу не написать? Но это, в свою очередь, вроде как смотивировало меня всерьез об этом задуматься. И вчера вечером мы пообсуждали через переписку в WhatsApp эту ситуацию. Я еще раз вслух проговорил там свои соображения, цели, мысли. Как, почему и для чего я хочу это делать. Что в итоге донести. Поэтому, наверное, в ближайшее время я попробую что-то начать. Как минимум, не структурировано пока и залью поток мыслей и соображений, которые у меня есть на эту тему. А дальше, а дальше посмотрим. То есть, возможно, найду какого-то редактора, который поможет мне собрать это в формат книги. Вот, это я так хотел отметить. Блин, горы потрясающие. Сейчас покажу. Вот туда, смотрите. Тень такая, да, ровненькая. Вообще здорово. Я уже говорил про то, что каждый день это новый вид. Новая картина. Ну, потому что разное освещение. Здорово. Только что заметил, что здесь висит витражная работа Тиффани. Это для светочки. Это дата 1910 и аббревиатура ВИПИ. Это дата строительства дома. Кошечки. Вот еще хотел сказать. Вот это очень пахнет розмарином. Но говорят, что это лаванда. Может быть, лаванда это и есть розмарин. Она уже отцвела. Ну, вот это. Вот эти цветочки. И вот эти листочки. И мне кажется, что оно пахнет розмарином. Кто знает, напишите в комментах. Является ли лаванда розмарином. Такие вот цветочки в горшках. А вот там вот по стене какое-то растение. Там днем очень много осп, пчел собираются, жужжат. Что-то там опыляют. Слышите звон? Это не вот эта вот штука, которая... Ветер, который гоняет. Это... Альпийские коровы пошли на пастбище. Может, они, кстати, уже давно там. Это я только вышел. Как сынок не прятался от меня, все-таки в блок я его в утренний запихнул. Утро шамбери. Мы с утра не очень разговаривали. Школьнички-лицеисты. У меня все еще американский акцент. Или русский. Да. Ну, я прочитал неправильно. Дес прочитал. Надо Д. Говорить. Дэ, принцесс. Это две, значит, или одна? Две. Там же два льва. Да. Дэ, это множественное число. Дэ. Дэ, принцесс. А почему? А, для принцев. Я думал, две принцессы. А львы нарисованы. А это отель для принцев. Дэс, это же при... Ну, вот это... Блю... Этот... Ле... Ле... А может быть, я не прав. Может быть, отель два принца. А может быть, две принцессы. А может, два льва. Кто я такой? Я не все-таки проследил. Очень мне нравятся вот такие окна со ставнями. Прям ммм. Сынок, предлагай цены глянуть. Чекнуть. Не-не, не здесь. Не здесь. Да. Вот там. Вот здесь. Ну, наверное, пальтишко 495 евро. Наверное, пул 135. Панталон 225. И сенчо 125 евро. Ременье такое у нас. Да, нормально. Всего-то. Всего-то. Вот какие-то одежки там по 26 евро. Ну, это что? Как будто-то степень одевает. Представляете. О, здрасте. А, мы сейчас заходили в ту организацию, куда нам надо подать документы. Они сказали, идите гуляйте полтора часа. Да, погуляйте полтора часа. Да, там много иранских, африканских сейчас людей с маленькими грудничками. А через... Не надо. Ты один. Ну, я 2-3 грудничка видел симпатичных. Где ты? И через полтора часа нас примут. А в одной женщине, пожалуйста. Я видел несколько. Ну и мой еще грудничок. Мы можем пойти туда и дернуть кофе, да, утреннего. И еще, а second breakfast у нас тут? Да, как у хоббитов. La petite de jane? La petite... Как? La petite de jane. Double la petite de jane? Second. Second. Какие-то знаменательные даты, видимо. Очень мне нравятся вот такие окошечки со ставнями. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну вот, наконец-то я научился. La Costa. Старый опять просит меня сказать на камеру, что я никогда не видел магазин La Costa. Чтобы он... Ну, я думал, типа, в каких-то магазинах продается. То есть, там, в магазине одежды от La Costa в футболке, там, что они, да, делают. В магазине духов, духи. А, чтобы прям магазин отдельно La Costa и не видел. Ну, как-то надо делать контент. А сынок возмущается, что я прошу что-то по, это, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Говорит, давай вот это еще разочек. Подсним. Скажи вот это вот на камеру, пожалуйста. Оу. Оу. Окей. На Питер похоже. На Питер похоже, да. Это прям питерский дворик. Только французский. Только французский. Так, что-то меня закружило. Мессин де призона де корье что-то там. Винишко. Олд Кастл там, наверху. Это тоже магазин, по-моему, тот же, да, магазин, где мы какие-то шмотки под это? Нет, мы в Заре с вами были, я на самом деле. Там Зара была? Я же тебе сказал, давай в Заре. Ага. Человек не помнит, что было 15 минут назад. О чем тут разговор там вообще? Вот какие-то цены. Я люблю секонд-хенд. Вот так вот мне не нравится, когда так дорого. Ресторан на антракте с чем-то начинает. Первая часть. Стоп. Это антракт. Начинаем. Сынок смеется надо мной, что я начинаю ему объяснять, что такое антракт. А это, кстати, кинотеатр. Что тут какие-то кино снимают? Французское кино идет в французском кинотеатре. Зачем? Реконструкция здания. Будет музей. Администрация 15 миллионов и 100 тысяч евро. Что-то там, какая-то в общем штуковина 4. И министерство культуры 3 500. Все расписано, что почем. И не знаю. Вот хочется верить, что в Европе не будет все украдено. 22 600 миллиона евро. Казалось бы, известные легендарные французские слоны. Откуда они? Белькер рассказал, что это памятник в те времена, когда, как его звали-то, дядька, который развалил Ганнибал. Он, поскольку армия римская ждала с моря нападение, он предпринял стратегию и прошел через Испанию, Францию и напал с другой стороны. И вот местные жители вдохновились слонами и создали памятник, который называют между собой «Четверо без жопы». Вот тут документики. Мы подали первые заявки. Наши дела завели. И начнется процесс. Завтра мы познакомим Вову со специалистами, которые занимаются определением по школам. Там будет какое-то тестирование для него. Определят, какой класс, какую школу. Через 19-го числа мы едем в другой город, более высшего уровня государственная администрация, которая уже дальше нашим делом будет заниматься. Да. Все хорошо. Не могу не отметить. Вот я Сымко об этом сказал. Люди, с которыми мы разговаривали, у них счастливые глаза, они другие. Какие-то свободные, какие-то вот... Ну вот, как-то... Ну реально смотришь и видишь, что это... Ну им кайфово. Кайфово. Вот. Очень круто. Я это прям чувствую. Взгляд свободных людей на другой. Она говорит, что слыхал за такой бренд. Тут мамина зарплата. Ну, снова пальтишко. 300. 300 евро. Ну, как-то при засыплении не в тысячах, оно как-то по-другому воспринимается. Хватит меня здесь снимать. Идем по делам. Ну, по другим. Наши бумажные дела на сегодня пока закончены, но идем тут еще встретиться с людьми. Осень. Немного сыра. Хлеба и колбасы. Это старый, как Кренжа наваливает, цитирует Каста, да? Кстати, это покрытие... Какое? Твердое или мягкое? Я не понимаю. Это у меня... Мягкое? Мало, да. Потому что у меня, на всякий случай, конверс Джон Ларватас от моих друзей. Володя Ульянова и Сережа Авакяна. И мне очень как-то комфортно в них идти. Я их берег с 2014 года. Хотел в Лос-Анджелесе в них зажигать. Но вот зажигаю во Франции. Вот они. Вот они. Очень удобные. Кайфовые. Да, иду как будто бы по облакам. Первый раз вижу общественную прачечную. Вот так она выглядит. Крутая вещь. Жениться вам надо, Юра. А вот сюда мы пришли по делам. Не, немного ошибся. Другое место. Но это рядом. Вот то. А вот это. Что ты хочешь? Кебаб. Ординальный. Так, сейчас выберем. Вот она, кебабная. Можно сказать, мои мечты во Франции. А, вонрайт. Вот Зинель. Меня зовут Калин. Очень приятно меня, Юра. Вот мы в ресторане встретили человека, который услышал русскую речь и спросил, откуда я. Я сказал, что из России. А вы? Я из Бургарии. Из Бургарии. Да. Очень круто. Вы здесь живете, учитесь? Я здесь только учусь. Да. Через один год. Один год. Да. Очень здорово. Мне понравился город. Мы здесь два дня всего. Вы понимаете? Да, да, да. Я все понимаю. Это просто я не могу Баку... Я понял. Все хорошо. Вы понимаете, что я говорю? Спасибо, спасибо большое. Вы понимаете, что я говорю? Да, да. Я все понимаю. Я все понимаю. Супер. Мы здесь всего два дня. Нам очень нравится. Сегодня мы подали документы на политическое убежище. Я написал. Вы хотите иммиграть здесь вчера, потому что война в Украине? Еще раньше. Еще раньше. Война в Украине это последствия. Я уже много лет в России не могу иметь нормальную работу, потому что я выступаю в руках в своем режиме, как диссидент. Я имею очень много друзей в России, в Питере. И они очень... И они имеют... Они имеют... Они имеют同じ проблемы. Да, я понимаю. И они имеют... Они имеют... Я имею в виду. Я люблю Россию, потому что я учился в русской школе за 7 лет, и я чувствую очень плохо для русских людей, потому что они должны жить в стране, работать и учиться, и так далее. Я надеюсь, что вы найдете здесь очень хорошо, и жить здесь лучше. Желаю вам удачи. Спасибо вам большое. Очень приятный вы человек. Я вам расскажу сейчас, где найти наш блог, и вы сможете в YouTube посмотреть. Супер. Как называется ваш блог? Я покажу, могу в YouTube. Ребята, до новых встреч. Мы сделали заказ, мы просили картошку только для одного блюда. Но, видимо, владелец ресторана или тот, кто, в общем, делал заказ, принимал заказ, услышал, что я блогер и что мы это снимаем для YouTube, и подарил нам картошку. Судя по всему, это так. Это очень приятно. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Вот это место. Что касается рецептов, я вижу тут курицу, овощи. А, это не курица. Это баран. Как я. В самой пище соуса немного. И, насколько я понимаю, он на основе йогурта. Сынок говорит, что это почти здоровое питание. Согласен? Если я это сказал, то, наверное, я согласен. Ну, ты же сказал это за кадром. Вдруг я заставляю тебя. Кока-кола это почти здоровое питание. Реклама стоит. Кока-кола, заплатин. Надо вот так. А как они так пьют? На перекрестке на светофоре на Гагарина, например, в Новгороде. А там на Державино гора вот такая с облаком. ПОМОГИТЕ, ПОМОГИТЕ! Ой. Little girl in little car. Toyota? No. Это что за счет? Я не знаю, что это за автомобиль. Это машина без документов Драйвая лицензия? Да, без лицензии Драйвая лицензия Не требует водительского удостоверения И можно ездить в 16 лет А какой папа молодец научил сына водить? На шестерочке-то, да? На меня орал все время А как орал? Он меня даже выгнал из-за руля Как-то раз И я начал вот так вот И он меня выгнал Правильно, потому что вот так-то не надо ехать Надо ехать по асфальтней Так я даже не стартанул Я не мог с сцепления с газом И ты меня выгнал из-за руля Все, нахер, не едешь Это в самом начале было? Потом-то же ты научился ездить? Потом я, да И не где-то? Не где-то, а в Маловише Я имею ввиду, что с отцом я про это Не другой же тебя инструктор учил ездить? Другой Другой? Какой? Ну он такой Армянин Армянин какой-то Итальянец Я не очень понял А, в шляпах ходит? В шляпе ходит, да Я видел такого, да Я подписан на него Окей Что-то там кино пытается снимать Первый фейковый режиссер Первый фейковый режиссер В шляпе ходит В шляпе ходит В шляпе ходит Косочки Водитель с вами все в порядке? Документики на машину Сейчас я покажу вам Это не перестает удивлять своей красотой Да? Да Это не перестает удивлять Я уже как-то перестал Уже перестал? У меня уже не существует Не существует на гостях Балфардская семья У меня четверо детей Последний ребенок родился здесь Во городе Здесь во Франции У меня плохо слышно Последний ребенок родился во Франции Они шесть лет в горах в деревне Неподалеку от наших друзей Недавно в августе переехали в новый дом Ухали трехэтажный дом Трехэтажный дом Вот так аккуратно Чисто большие комнаты Большая Ремонт хороший Без современных излишек Вот такая классика Прочная мебель Я мог поснимать Но это было неприлично Мама, маленький ребенок И семья Все было приятно Очень дружелюбная женщина Улыбчивая Дружелюбный ребенок Улыбчивый Похожий на меня тоже в детстве Вот Как-то приятно После встречи Приятное ощущение Понимаешь, что У людей Новая счастливая жизнь Скоро в школу Я уже хочу в школу Мне интересна математика Вот их математика Вот эта вот французская Французская математика Французская физика Тут же много Французских ученых Непосредственно Но во Франции Удивительно Поэтому Наверное Тут какая-то Должна быть Методика интересная Окей Скоро узнаем Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Если вы этого еще не сделали И обязательно Рассказывайте друзьям Ведь многим Вашим друзьям Может быть интересно Каково Двум русским парням Симпатичным Ну Один Уже Сдает позиции Один уже Сдает позиции А второй Его отец Еще красавчик Пусть Так и останется Пусть Старый Еще себя Чуть-чуть Сынок Говорит Еще и вырубил Да Он сказал И вырубил Ну и держи камеру Нет Держи Мне нравится Такая игра слов Когда вот так вот Можно Оп-оп Парировать Все 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 Это правда Люблю его Ну Говорит Я скажу Вот это виноградники Для белого вина Слева и справа Тут сейчас не видно Вот справа Вот справа Вот справа настоящие французские виноградники для настоящего французского вина это круто когда будем в калифорнии снимем такие же поля только с париклом возможно там и виноградники тоже есть шиммер шиммер на блоке пацаны шиммер и воды русский дрилл я приехал в москву на фит сауджи буддос буша дожо я музыкант шиммер шиммер на блоке пацаны мы разорвем эти сцены ты можешь меня не снимать так долго это начинает нет я хотел сказать что вот так будет когда кринжа малой напаливает это не кринж это не кринж нет потому что это артистично а еще меня наверно сейчас не слышно потому что я тихо говорю а теперь видно мою бороду мы не слышно и слышно нечто вот эти вот горы из из мэйзен ванды фуллау это старый наваливает кринжа где тут километра что видно ну вот 50 километров востока 50 километров мы недалеко от дженева километров 60 я скоро буду связываться с швейцарскими друзьями по поводу кино мы договаривались что как я буду во франции такой-то на связь мы сейчас разберемся с бумажными делами то и выдая на связь автомойка на улице если успеем покажу как происходит процесс это автомойка портального типа автомобиль стоит на месте а вот это установка движется вперед назад в 2007 восьмом году я имею опыт владения автомойкой ручного типа разрабатывал бизнес-план по созданию автомойки тоннельного типа в великом новгороде поэтому понимаю принципы и преимущества вот это автомойка лучше чем ручная но хуже чем тоннельный мой бизнес план благополучно украден как он называется одним из департаментов областной администрации великого новгорода инвестиционным по моему называется инвестиционный отдел или инвестиционный департамент или коммерческий отдел в общем тот департамент который занимается развитием бизнеса инвестиций и передали они мой бизнес-план в чистом виде компания автомир которая в кого потом построила автомойку тоннельную по моему проекту но дурачки решили сэкономить и купили не тот комплект купили комплект подешевле который не являлся бесконтактной являлся все-таки контакты где вот такая же штука мой а это уже не те скорости это качество обслуживания поэтому бизнес у них не пошел должны были не сэкономить а купить комплект бесконтактной автомойки тоннельного типа у которой огромное преимущество по скорости и по качеству обслуживания то есть она моет качественно и при этом не касается автомобиля ну кроме водой вот начался процесс ну вот мы погнали обратно в город на высоту километра то есть мы будем выше чем вот те облака и у нас будут свои облака ван ханды окей отсюда вот в ту сторону на расстоянии 100 километров находится монглан я хотел было начать на английском но вспомнил что что я не умею виноградники мужичок на велосипеде на велосипеде мы в маленький магазинчик сходим посмотреть что-то магазин наверное колокольчик для коровы лаваш коровки которых вы видели около нашего дома отдают молоко на фабрику в 10 километрах и затем из этого молока делают продукт вот эта форма для сыра также тут есть много различной другой продукции очень уютно разные сорта вин так режут сыр очень красиво получается такой полный цикл локального производства вкусного сыра это видимо соки тоже местного производства и овощи вот эти большие формы вот это это форма для сыра большая хорошее место много недопонял в магазине оказывается factory завод который делает молоко и сыр находится прям за стеной то есть мне белькер показал направление я думал что мы просто в той стороне она буквально за стеной то есть когда мы на улицу вышли уже отъехали я увидел вот эти штуки там агрегаты которые на улице для сосуда там для молока такие большие все из нержавейки красиво ну вот это это даже скала теперь я и узнаю значит вот тут вот тут где-то да вот тут вниз сейчас спустимся направо и уже приехали вот где-то там домик наш кайфовые горные дороги а там есть дорога налево туда мы ездили большой магазин вот это дорога в дом ну да при вот вкусно локальный хлебушек local local как будет уид по и вредэй прекрасный вечер в нашей деревне солнышко я оставлен за главного встречать нашу гостью к нам сегодня дней на пять приедет габриэль я пока трескаю сливы сынок в комнате читает розлин и белькер пошли на прогулку с собаками моя задача встретить англ говорящего человека проводить в комнату показать где ванна где кухня помочь расположиться и потом у нас будет теплый дружеский ужин вот я наверное к тому времени уже натрескаю слив да ну как видите настроение охеренное потому что все круто есть несколько заявлений я очень благодарен каждому человеку кто помогал на этом этапе моей жизни кто помогал на предыдущих этапах моей жизни я помню каждого надеюсь успею как-то действенно отблагодарить вот пока я только делаю первые шаги чтобы выбраться из той ямы в которой оказался из-за преступного путинского режима но еще конечно подписывайтесь на канал ставьте лайки я поразмышлял нужно ли мне сейчас снимать габриэль у нас будет еще пять дней чтобы поснимать какой-то контент совместно я поинтересуюсь не против ли она а сейчас наверное начну монтировать вот этот весь сегодняшний день поэтому благодарю всех за просмотр и подписывайтесь на канал ставьте лайки если хотите присылайте донаты но это не самое главное главное чтобы у нас побольше подписчиков набралось чтобы коммуникация какая-то появилась чтобы начали что-то обсуждать задавать вопросы мы будем стараться рассказывать о нашей жизни и о том что мы делаем ближайшие планы по-моему я озвучил в этой серии если нет то у нас сегодня была первичная встреча подача документов завтра будет собеседование у СНК по поводу определения его возрастной группы для школы там проанализируют его возраст и его знания и аттестаты с прежней школы хотя он не является важным и потом видимо мы подождем следующего этапа и потом уже определим в какую школу он пойдет вот но он точно пойдет в школу а я точно буду делать свои дела в кино и наверное меня документалистика еще интересовать сейчас будет я буду рассказывать про Россию путинский режим и про то что делать цивилизованному миру чтобы это вновь не повторилось всем мир спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр и